Друзья, всем привет! Сегодня у меня попала уникальная возможность сделать обзор на катушку Z компании FLAGMAN Катушка любезно предоставлена компанией FLAGMAN По моей просьбе они согласились Мне просто-напросто самому было интересно, что это за зверь Обзоров на нее нет Кое-какая информация в интернете имеется Но мне было интересно самому покрутить ее и посмотреть Что же это за катушка такая Появилась она на рынке сравнительно недавно И в принципе отзывов на нее еще пока нет Катушка называется Z120 В данном случае LH Это леворукая модель Передаточное отношение 8.0 к 1 8.0 Сразу обращаю внимание Что для тех, кто будет разбирать эту катушку для обслуживания Чаще всего в таком передаточном отношении нужно запоминать положение шестерен ведущей и ведомой Поэтому желательно ставить метки Заявлено 10 подшипников плюс 1 1 это обкомная муфта Что здесь еще на коробке есть Какая справочная информация Алюминиевая рама заявлена Пластиковые боковые крышки 10 подшипников плюс 1 Как я уже сказал 8 передаточное отношение Магнитная тормозная система Алюминиевая шпуля 78 сантиметров выбирает за 1 оборот Заявлено, что Стар Драк 3,5 килограмма И вес катушки 164 164 грамма Это очень мало В принципе Это хорошая Лайтовая катушка Значит Что в коробке В коробке Катушка В таком чехле Фирменном Пакетик И Взрыв схема Значит Что касательно Взрыв схемы Кому интересно В нашей группе Вконтакте Я ее сфотографировал И Она там есть Кому интересно Заходите Ссылочку на нашу группу Я оставлю в описании Неопреновый чехольчик В принципе Такие же чехлы Используются И для Катушек Мясорубок Я даже не уверен Возможно Я не уверен Что она поставляется С этим чехлом Может быть Этот чехол От мясорубки Мне случайно дали Может быть Я не уверен Друзья Вот как выглядит Катушка Достаточно компактная Приятная на вид Значит Ручка У нее 85 По осям Давайте проверим Вес Сразу Катушки Весы Весы показали 167,5 Как видите Шпулька Перфорированная Давайте Взвесим И измерим Система Магнитная Имеет Раз Два Три Четыре 5,6 5,6,7 8 магнитов И две еще Свободных ячейки Всего 10 ячеек Для магнитов В принципе Можно еще Добавить Но Значит Я хочу сказать Что тормоза Вот я выставил В ноль Шпуля Крутится Превосходно Долго Ставим В максимум Да Есть микроклик Регулятора Сразу Устанавливается Быстро Устанавливается Значит Хорошие Подшипники С маркировкой NMB Не знаю Будет ли видно На подшипнике Маркировочка NMB На шпульке Такой же подшипник Размер его 5 На 11 На 4 Будет Ну а здесь Соответственно Как в катушках Стандартно Чаще всего Используется Здесь скорее всего Что 3 на 10 На 4 Я даже Измерять не буду Я его вижу Вот Можно по оси Перепроверить 8 3 Значит Шпуля Диаметр Диаметр И По глубине По глубине Будем так Говорить 29 52 Вес Шпули С подшипником 11 11 11 15 Я хочу Обратить внимание Что здесь Стальная Ось Похоже Что стальная И подшипник Поэтому сам барабан Будет весить немного Это обнадеживает Вижу Что Выполнен Сам Барабан Шпули Весьма неплохо Что имеется ввиду Не просто перфорация А вот это Центральное Два отверстия Они соединены С легким С небольшим пропилом Перегородки Честно говоря Я бы Это И Перегородку В этих местах И больше Запилил бы То есть Смотрите Видите Вот это Место Где мой пинцет Выходит Здесь слишком Много мяса Здесь можно было бы И Заглубиться Вот Ну и плюс Отверстия Вот эти Центральные Перегородки Они Сделаны Не совсем Скажем так Идеально В том плане Что Лучше бы Было бы Их сместить Ближе К Краю Шпули Тогда еще Было бы Шпуля Лучше Но Я думаю Что Я намотаю Сюда Какую-нибудь Тоненькую Плетеночку И Выйдем На воду Посмотрим Вообще Видео Сделаем Три Три части Видео Будет Первая часть Вот такая Ознакомительная По Внешнему виду Катушки По Моим Ощущениям Вторая Будет Разборка И третья Небольшие Покедушки Значит Что касается Внешнего Вида Ну да Может быть Где-то Покраску Можно было бы Сделать И лучше Но в принципе В принципе Неплохо Что я имею ввиду Когда говорю Про покраску Например Смотрите Вот эти места Где шпуля Вот тут уже Я вижу Легкие Вот Небольшие Царапинки На корпусе Краска Видно Что Отщелкивается Вот Но это Незначительно Снаружи Все идеально Рама Как они Обещают Алюминий Ну собственно Говоря И видно Вот здесь Если присмотреться Видно Что Это Алюминий Вот здесь Видно Что Это Алюминий Вот Видно Даже Что На заводе Подгоняли Подчищали Для того Чтобы Шпуля Не терла Ораму И при этом Имела Минимальный Зазор Кстати Подшипник Встает Плотно Это радует Чтобы Шпулька Имела Минимальный Вот я Вставил Попробуйте Посмотреть Минимальный Зазор Вообще Между Рамой И шпулей Это Значит Что Можно Использовать Тончайшие Лески Значит Заявлена Лесоемкость Сейчас Я Подсмотрю Лесоемкость 0.6 По Японии Заявлено 180 метров 0.8 150 И Единичка 110 Ну Честно говоря Не знаю Влезет ли Сюда На эту Шпульку 110 метров Единицы Ну Я бы не сказал Может быть Метров 100 И влезет Но в принципе Так вот Подумать Какую рыбу На какие Приманки Вы можете Ловить Шнуром Размером Единица Для таких Диапазонов Ее использовать Я думаю Что Грамм От 3 Она будет Уже Хорошо бросать Попробуем Может быть И меньше Бросит И Грамм До 25 До 30 Я думаю Что катушка Будет бросать Вполне Сносно Что касается Хода Ход Для Недорогой Можно Говорить Бюджетной Катушки Причем Фирмы Которая Только Становится Скажем так В мультах Я их катушек Еще не видел В принципе Ход Очень хороший Ход Мягкий Да Конечно Не так мягко Как Калькутта Чувствуется Отличие Вот Но Очень близко К тому Очень близко Очень близкий Ход В катушке Есть Стоковый Поющий Фрикцион Слышите Да И он Такой Музыкальный И Да Конечно Он не такой Звонкий Не такой Звонкий Как у Калькутты Но Тем не менее Он есть Он есть В стоке По своему Звук Немного Меняется Вот Зажатие Фрикциона Разберем Посмотрим Как он Там Устроен Карбоновая Ручка Внешние Кнопки Такие Немножко На Шимановские Похожи Немного Что-то Есть Такое Что-то Есть Похожее Чуть-чуть По Внешнему Виду Ручка Классная Видно Что Толково Сделано Карбон Достаточно Тонкая Она Не толстая Сама По себе Бывает Ручки Толстая Здесь 3 Миллиметра Толщина Достаточно Тоненько И Звезда Фрикциона Из Карбона Тоже Круто Смотрится Значит Для того Чтобы Снять Боковую Крышку Есть Фиксирующий Винт Дополнительно Вот Его Нужно Открутить И Повернуть Крышку Вниз Я думаю Что На этом Видео Можно Закончить Ну да Микроклик Есть Вот здесь На осевике Я думаю Что На этом Видео Можно Закончить В следующем Видео Мы Катушку Разберем Оставайтесь На канале